всем привет сегодня я хочу показать как можно сделать вот такой вот чертик всего лишь минут за пять работы все очень просто кому интересно смотрите и запоминайте и так если у вас нет подходящего тройничка а есть просто обычные крючки то смотрите сначала видео если есть у вас уже готовые тройнички нужного размера то немного перемотайте вперед сейчас я покажу как легко сделать тройничок а в дальнейшем и сам чертик из обычных крючков нужного размера для начала у двух крючков обрезаем пушка вкусовым то есть нам нужны будут вот эти вот части теперь их надо все три хорошо зашкурить сейчас зашкурю продолжим дальше и так вот все три крючка я зашкурил снял лак теперь их надо будет немного залудить и собирать тройничок также для сборки мне понадобится кусочек медного провода пока греется паельник сейчас я его подготовить не нужен провод без изоляции думаю кусочка вот такой длины будет достаточно и вот так же надо будет весь залудить паельник нагрелся провод я буду облуживать с помощью обычной таблетки аспирина и паельника также это можно сделать с помощью паельной кислоты но поверьте аспирин ничуть не хуже а может даже лучше так вот быстро облуживается провод проводок я облудил теперь также займусь крючками линейно луживается идеально дальше мне понадобится дрель а именно сам ее патрон теперь сюда нужно вставить очень аккуратно все три крючка это будет как направляющая для будущего тройничка вот что у у меня получилось теперь это дело остается только запаять чем сейчас и за ней немного выравнив вверх здесь уже лучше пользоваться пайной кислотой все хорошо промазываем можно приступать к пайке ну вот и все практически тройничок готов сейчас подстынет продолжим дальше после того как тройничок спаим берем заранее облуженную проволочку и аккуратненько и и наматываю личная пушка ровненько один видок другому до низу подтягиваем плотненько так вот накручиваем когда домотал до самого низа точно также сейчас в обратную сторону мотаю домотал до верха теперь остаточек доматываю вниз чтобы верх получился в виде груш и что-то такое у меня получилось и точно так же это надо сейчас залудить не кислоту руку хорошенечко промазываю и приступаем к пайке тут надо уже припоя побольше брать смотрите аккуратно грейте чтобы тройник наш не распался вот что-то такое получилось практически чертик готов осталось немного доработать немного запаялась сам ушко поэтому сейчас его немножечко прочищу можно приступать будет к покраске наверняка все сразу поняли что если бы был вот такой тройник тут просто его можно было зачистить намотать проволоку и облудить чертик был бы готов но мы не ищем легких путей поэтому я начал вам показывать как это сделать с обычных крючков вот и все теперь можно красить красить буду черным лаком сейчас покрашу подсохнет и покажу что получилось покрою наверно на два слоя чтобы не было видно ребрышек от проволоки на второй раз покрыл лаком сейчас более толстым слоем немного сейчас придется покрутить чтобы равномерно распределилась такой вот он получился осталось сделать последний штрих это одеть бусинку бусинка на месте чертик считаю закончен вот такой вот он получился можно сказать примерно за минут пять работы если бы я не делал отдельный тройник то еще быстрее получился так что кому понравилось берите на заметку пишите что-нибудь в комментариях кому не понравилось ставьте дизлайки кому понравилось ставьте лайки до новых встреч всем пока ну собственно вот такой вот чертик у меня получился все довольно таки легко все очень просто